Так, ну что, ребят, всем привет, ролик по поводу битка, соответственно, волатильность у нас, естественно, повысилась, так как биткоин у нас пробил 50 тысяч долларов, многие очень сильно недооценили мой прогноз и сказали месяц назад мне, что, Саня, ты не шаешь, мы ждем 35 и будем закупаться, 32 будем закупаться, но я сказал, ребят, скорее всего, мы вернемся на эти отметки, а то их перепишем, да, в принципе, можете посмотреть все мои прогнозы за последние, там, 3 недели, а то и месяц, и я говорил, что, ребят, куча негатива налили, 90% новостного фона, он негативный, и 90% обсуждений в чатах, в комментах, не только на моем канале. Проект, доказавший свою честность и надежность в моих глазах, это TheStake.io. На данном проекте, ни словом, а делом, за пару недель я заработал свыше 4x. Начав с изначального капитала в 4 600 долларов, теперь мой вклад уже 18 800 долларов. Это и вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счет пулов стейкинга на эфире. Подтверждающая транзакции в сети эфире, комиссию с данных транзакций проект отдает вам в виде прибыли. Проект на этапе активного привлечения своих постоянных партнеров, поэтому отдает 80% прибыли со стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 20% для максимального привлечения аудитории. Проект уже набирает серьезный вес, и после набора нужного количества партнеров, проект, скорее всего, понизит процентную ставку для остальных. Я лично заработал с данного проекта более 14 000 долларов чистой прибыли постоянными вводами и выводами своего баланса. Так что проект полностью проверен, можете доверять без проблем. Они негативного окраса, и даже, я бы сказал, с нотками жесткого отрицания, неверия и скептицизма по поводу того, что бычий рынок уже начался. Но я открою вам секрет, бычий рынок начинается с того момента, когда мы дно прошли, да, но не обязательно. Ну хорошо, если хотите уже в том плане, что когда именно полноценно, когда подтверждение, да, то это уже закрепление за 30 000 долларов. Как раз таки вот здесь это у нас было подтверждение с октября уже, когда мы дно прошли, по альтам в том числе, которое было там летом-осенью, финальное, да, когда альты после роста доминации биткоина упали еще в 2-3 раза с отметок, которые были вот здесь там с начала года 23-го, да, то мы понимаем, что вот здесь как раз таки мы стартанули, дно у нас было примерно 14-15 октября. В 20-х числах еще можно было закупиться, да, когда биток был 28-600. Ну и потом после этого уже у нас пошло движение наверх, в том числе по альтам, и многие уже одна отскочили, самая минимальная, 50-100%, некоторые даже на 3 икса, некоторые можно даже на 5, а то и в 10 раз. Поэтому некоторые говорят, что та ебать, еще полгода есть времени, чтобы закупиться, но, ребят, потом полгода пройдет, альты уже одна оттолкнутся минимум на 2 текса, а то и на 5-10 икса. Вы хер потом зайдете, вам не дадут уже донные отметки. Ну а если вы хотите заходить на вертикальной фазе, то имейте в виду, что максимум профита вы не заработаете. Как раз таки нужно закупаться тогда, когда рынок еще стоит в боковике, падает и никому он нахер не нужен. Ну, как мы понимаем, так оно и есть. Интересный скриншот хотел показать и коммент, что все классно, но когда альты-то начнут расти нормально, биток с 42 до 48 вырос, а альты на месте, ну, во-первых, с 38 и 555 до 49 уже даже до 50, даже 50 чем-то. Альты стоят на месте, потому что нет альтсезона еще, потому что перелива доминации еще нет. То есть перелив доминации когда будет? Будет тогда, когда у нас получается, вот здесь, смотрите, перелив доминации, вот показываю. У нас был декабрь 20, январь 21, то есть когда биткоин приближался к 20 тысячам, то есть предыдущий цикл, что было. То есть когда мы пробили предыдущие хаи цикла 17-го года, да, бычьего, то, соответственно, тогда у нас пошел перелив доминации, и тогда мы до мая, вплоть до коррекции, пидо или наверх по доминации, да. И вот это был альтсезон, но, естественно, что имеется в виду под отметкой 75%, 75 это уже пик как раз-таки альтсезона. Альтсезон может начаться и раньше, естественно, то есть альты будут постепенно вот так вот расти, 2, 3, 5, 10 раз и пошло-поехало, да. То есть самые минимальные альты будут давать 5х, это в самом худшем случае, но самые минимальные обычно они дают 10х, да. Поэтому здесь это будут уже пиковые отметки, это уже свыше 10х и, конечно же, мы понимаем, ну, самое минимальное 10х, ну и более, которые альты могут давать сотни, там, тысячи иксов и так далее. Вот, поэтому, естественно, заблаговременно вас никто предупреждать не будет, но, как мы наблюдаем, самое интересное, вот здесь вот у нас был еще март, и, понимаете, с марта уже некоторые альты начали подтягиваться, И вплоть до сентября, как раз таки вот здесь там сентябрь у нас была коррекция, видите, перелив доминации опять пошел в биток, и потом биток, когда пробил хаи, пошел вплоть до 65 тысяч долларов, у нас пошел опять перелив в альткоина, то есть перед этим альты с марта до сентября, то есть полгода практически, если посчитать, да, даже чуть больше, то есть у нас где-то, ну да, полгода примерно, 6 месяцев, они у нас росли. И потом перелив доминации у нас начался с сентября по январь, это где-то у нас сколько, 4 месяца примерно, да, то есть и после этого как раз таки у нас пошло продолжение перелива в альтсезон, то есть в альткоины, да, и как мы наблюдаем, альты уже, альты уже с марта отросли, пока многие ждали, вот у нас там халвинг был, да, уже альты отскакивали на несколько иксов, но многие ждали, что вот этот пресловутый альтсезон, вертикальная фаза, там следили может за индексом альтсезона, альтсезон уже постепенно шел, то есть это что мы говорим, что альты от нас своего уже оттолкнутся и пойдут параллельно с битком, если кто не понял, а вот эти вот махинации, вот эти там ребалансировки, что вы будете пытаться там переливаться, ждать пока биток отрастет, потом я его продам, перелью, какой-то в этом смысл, если биток будет на пике стоить 140 тысяч, то есть текущих это еще примерно ТХ, и вы будете проебывать движение по биткоину, и при этом зайдете в альты, которые тоже уже на отросли там минимум в 2-3 раза, а то и в 5-10 раз, какой в этом смысл, никакого абсолютно, поэтому надо холдить и то, и то, это моя позиция, но, опять-таки, можете быть не согласны, но это максимально верный подход, он уже проверен не только мной, но и многими людьми, которые инвестируют в крипту не первый год, вот, поэтому по поводу индекса жадности, как мы наблюдаем, показывает якобы жадность, но я бы сказал бы, на рынке полное, тотальное отрицание, не веря в рынок, то, что сейчас это уже бычий рынок, и что ниже уже могут и не дать, ну, это проблема людей, как мы наблюдаем, немножко пошел перелив доминации, из биткоина в альткоины, это вполне закономерная ситуация, то есть подтянули биток, теперь будут подтягивать параллельно с ним альты, естественно, доминация альтов у нас стоит на месте, почему? Потому что перелив идет и закупка китами альтов, как мы наблюдаем, мы пробили вот эту отметку, пока что еще не закрепились, но если мы будем продолжать дальше падать, все, это уже альтсезон пошел полноценно, понимаете, и никто там ждать не будет, если в ближайшие, там, несколько дней, потолок, неделю, все это выкупят и загонят опять за 5,5%, значит, крупняк еще не хочет отпускать альты и давать им расти, но опять же таки, они постепенно уже трогаются, даже тот же эфир, как я и сказал, что он потом пойдет параллельно с битком или вслед за ним, а потом уже будут подтягиваться и остальные альты, я сказал, 2200, скорее всего, ниже уже не дадут, несмотря на то, что кто-то там здесь мог увидеть голову и плечи, да, и здесь может нарисоваться второе плечо, это вообще не имеет никакого значения, мы можем стартануть с любых отметок и нарисовать тут все, что угодно, поэтому не надо питать аллюзией, что рынок будет кого-то ждать и под кого-то подстраиваться, вот это самое главное, по поводу эфира классика, тоже здесь, да, формируется такая формация, что могут не дать ниже, но, естественно, мы понимаем, что на данном этапе, ну, не самая плохая цена, чтобы в него тоже зайти по BNB, уже поздновато, конечно, потому что он уже отрос на 60%, в дно давали закупать полгода, если вы хотели, вы могли это сделать, кто сидел, делился, ну, ребят, ваши проблемы, далее, антологи, ну, как мы наблюдаем, уже тоже стартанул, коррекция уже не 40%, а давайте глянем, сколько, около 30, наверное, ну, 33%, поэтому уже отскок происходит, и, естественно, ждать вас никто не будет, поэтому альты постепенно начинают трогаться с перона, что называется, ну, и, естественно, уже продолжается такой восходящий тренд, который многие не ожидали и ждали. Ну, в общем, по оде кардана, как мы наблюдаем, пока что я не тороплюсь, для меня ада, ну, как бы под вопросиком, я ее таял, но как высокий аиск, потому что монета для меня лично, скажем так, во-первых, она давала иксы, во-вторых, там алгоритмический стейблкоин джет, и меня это смущает, потому что мы помним историю старой луны, может быть, это ошибка с моей стороны, но я лучше дотаю тот же алгорент, допустим, да, я не вижу в этом никакой ошибки, даже по-текущему его брать, то есть он с дна дал, ну, всего лишь около 2 иксов, то есть если в глобальном плане вы даже закупаетесь текущих, смотрите, вы тарите, допустим, по текущей цене, вы самое минимальное, что заработаете, к хаям в 21 года, это 10 иксов, то есть я не считаю, что это проблема, тем более, если вы тарили вот здесь, вот, монета, по сути, на дне, от хая, давайте, отмеряем, сколько она упала, то есть даже сейчас она в просадке 92%, 92%, ребят, это, ну, как бы, нормальная просадка, на днище она была минус 90, там, 5,5-96, поэтому не вижу никакой проблемы, естественно, если вы хотите выцеживать идеальные отметки, да ради бога, но, как показывает практика, те, кто просто частями таятся и не ебут мозги, опять же таки, я напоминаю, к вечеру могут это все выкупить, то же самое, как это было вчера, и помните, вчера я записал ролик, я, к сожалению, его только вечером смог выложить, потому что инет тугой был, и, соответственно, вот здесь у нас тоже было падение в моменте, вот, давайте, часовик ради интереса откроем, вот, у нас тоже было снижение, ну, давайте даже, наверное, 15-ти минутку, вот, будет более четко видно, смотрите, мы здесь просели, вот, у нас было вот это снижение, мы просели на те, что, там, полтора процента, да, это не сильно, но все равно, и потом, после этого, мы пошли дальше пробивать, то есть, это была такая вот, а, нет, вот, вот эта ситуация, получается, вот, мы упали здесь до 47, и потом, буквально вечером, вот, даже по времени, смотрите, ну, даже после обеда начали в 15, и вот, уже к вечеру, там, 5-6 вечера, мы уже стоили на 5% дороже, то есть, мы упали, показали, якобы, пидоем вниз, и на шахтах этих успешно полетели, поэтому ничего удивительного нет, ну, вот, просто даже наглядный пример, смотрите, 67 лямов, 67,5 лямов, дальше, эфир, 37,5 лямов, Солана, там, Линк, другие альткоины, то есть, естественно, шахты ликвидируются, и вчера ликвидировано на 135 лямов, то есть, люди продолжают шахтить, то есть, опять-таки, это говорит по шахтам, это говорит по настроениям людей, по комментам, по чатам, даже на моем канале, то есть, люди не верят, понимаете, люди, большинство людей, как минимум половина, а то и 90%, я читаю комментов, даже я бы сказал бы 95, а то и 99% людей, они не верят, лишь единицы людей ожидают роста, там, перехая после халвинга и так далее, некоторые говорят, циклы не повторятся, большинство говорит, мы ждем дальше коррекцию, коррекция, они говорят, мы ждем коррекцию, блять, коррекция только шо была, алло, здравствуйте, месяц назад, ну, если вы проспали, если вы долбитесь в глаза, либо в уши, я не знаю, понимаете, то есть, ну, почистите там, и, соответственно, поймите, что коррекция была, и я не знаю, кто не давал вам там, либо еще кому-либо закупиться, то есть, эфир тот же самый корректировался тоже 20%, вполне адекватная коррекция, дальше там, не знаю, эфир классик тот же, взять, сколько он корректировался, он скорректировался здесь на 30%, то есть, средняя коррекция 30-40%, некоторые альты упали побольше, ну, допустим, монета Дзен, вот здесь вот глобально взять, она корректировалась вообще в моменте минус 50%, если взять отсюда 40%, но, опять-таки, плюс негативные новости еще подлили, поэтому вполне нормальная коррекция, если вы ждали, что будет минус 90%, ребят, это шо, медвежий рынок уже за рождение бычки и фаза накопления, поэтому и сразу же вот так вот без остановки пидорить, как это было вот здесь на медвежке, никто не будет сливать эти монеты, поэтому это для меня бред, и вот такого вот падения, это, во-первых, надо ждать, наверное, год, а то и полтора, понимаете, чтобы это все упало, то есть, давайте примерно замеряем, сколько мы падали с этого хая, то есть, примерно мы падали вот здесь полтора года, да, вот реально, 600 дней, сколько здесь накопления, и вы думаете, что вот сейчас мы там на одной коррекции упадем сразу минус 90%, потому что крупняку делать нечего, да, ну, такое, конечно, реально, и надо допускать все на рынке, но для этого у нас есть свободные стейлы, если форс-мажор какой-то, и вдруг внезапно, блядь, у нас рынок там за месяц упадет на 50-70%, как это было в марте 2020 года, но по факту, я такой ситуации сейчас и близко не вижу, да, это реально будет, тогда заебись, докуплюсь еще по более низким отметкам, мне похуй, упадет оно с текущих в 2-3 раза, хоть в 5 раз, хоть в 10, я буду докупаться, то есть, частично, упало в 2 раза, докупился в 4 раза, в 6, в 8, в 10, и вот так разбил там, условно, на 5 частей, да, примерно, но, опять же таки, я в это не верю сейчас, потому что многие альткоины и так находятся на днище, я не знаю, какой еще вы просадки ждете, то есть, тут адекватно включаешь мозги, и уже видно, что многие альты формируют четкий боковик полтора года, некоторые даже два, и они в просадке сейчас минус 90-95%, какой просадки вы еще ждете, то есть, ребят, это адекватное дно после медвежьего рынка, понимаете, и, как мы понимаем, в предыдущие циклы также было, некоторые минус 92-95% на днище, вот, да, там серви немножко отскочила, но это все фуфил, понимаете, то есть, да, аейв там немножко там подлетела уже с дна, там, 50-100%, но, в принципе, даже сейчас она в просадке минус 85%, то есть, чем вам не заход, понимаете, но большинство людей, они будут все равно ждать еще такую же просадку, чуть ли не, блядь, с вот этих отметок, что, там, не знаю, та же акси упадет еще там на минус 90, это сколько ей надо стоить, то есть, она тут на днище стоила 4 бакса, сколько ей надо упасть, это ей надо упасть минус 90, ей надо упасть на 52 цента, серьезно, блядь, ребят, то есть, вы ожидаете, что вам дадут отметки чуть ли не листинга, но это смешно просто, поэтому, ну, для меня это бред, поэтому те, кто там верит в эту ахинею, что им там дадут эти отметки, что, типа, некоторые даже пишут, что медвежка сейчас начнется, но это вообще клиника, поэтому, ну, понимаете, у людей настолько промытые мозги, что они вообще нихера не соображают, что на рынке происходит и как действуют циклы, понятное дело, что история не обязана повторяться, это все, ну, как бы, может быть, мои влажные фантазии, но, как мы понимаем, вот, даже если глянуть, тело им дарит, скорее всего, там вынос шартов был, давайте вот глянем, ради интереса тело им, давайте глянем, был ли вынос шартов, ну, здесь не было, давайте дарит глянем, был ли здесь вынос шартов, тоже не было, ну, аж удивительно, что его не было, ну, а, не, здесь было, смотрите, здесь было на 37 тысяч, здесь на 51, ну, по сути, фуфел не так уж и большие, но, как мы понимаем, специально цену могли взвинтить, Чтобы толпа начала заходить там на фому А потом цену откатить обратно Но даже сейчас, ТКО, там, Вазерикс Эти монеты я не вижу никакой проблемы Чтобы закупать, то есть от хая, допустим, даже сейчас Берем отсюда просадочка Сколько она в просадке? 95% То есть, а в моменте она падала вплоть до 98% Вы думаете, кто-то покупал? Да многие сказали, тоскамина, нахер надо брать То же самое сейфпал монета Давайте глянем Вот, данную монету вообще многие не знают даже То есть, вот здесь просадка была 90% И ниже она не пошла Поэтому тут ситуация такая, что большинство людей Будут сидеть там, телиться, блядь Но, ребят, даже сейчас в донной отметке Ну, упадет оно еще в 2 раза, да хоть в 10 раз Понимаете? Ну, соединитесь, окей, какие проблемы Раздели вот эти свои там 20% капитала На, условно, там, 5 закупов Если упадет в 2 раза, в 4, в 6, в 8, в 10 раз От текущей цены Что маловероятно То есть, это йоте на сколько надо упасть? Я не знаю, до 2,5 центов Ну, для меня это ахинея Поэтому и, конечно, все возможно Ну, в 2 раза, понятное дело, это будут отметки Там, лета, осени 23-го года Но пока что я наблюдаю То, что данные отметки не хотят давать И, ну, к этому все вообще не идет Вообще, никаким образом, понимаете? Некоторые альты вот по типу там Дэша, Заткеша, Манера Они находятся на донных значениях Но их никто не покупает Так это и отлично Потому что их могу купить я Ребята закрытого клуба Адекватные, понимающие люди на моем канале И люди, которые там, ну, находятся в фондах там И киты Как вы понимаете? Манера многие крестят Говорят, а он там скам На 30 баксов Некоторые блогеры прогнозируют Но мы наблюдаем, что он уже Отстаивается вот здесь Давайте глянем, сколько Около 6 дней То есть уже неделю он стоит в боковике То есть это что-то дозначит Хотя многие продолжают там Не верить И рассказывают, что нет, блядь Мы еще упадем ниже сотки Да можем упасть Ну, упадем, окей Я усоединюсь Никакой проблемы нет Ну, если нечем будет усоединяться Хорошо, буду холдить Какие проблемы? Скаманет она Да хер бы с ней Ну, как бы буду держать другие монеты Другие монеты мне перекроют этот минус Вот и все Поэтому стратегия диверсификация Ну, стратегию диверсификации Никто не отменял Вот и все Поэтому по монетам Плюс-минус Комментировать даже Ничего не хочу Потому что монеты Как стояли на тех же отметках Так и стоят Ну, какие-то там Плюс 5-10% прибавили Но это все В долгосрочной перспективе Даже вообще Ни хера не значит Понимаете? То есть От того, что вы пытаетесь Выцедить идеальную точку входа Я идеальные точки входа Вам даже бесплатно даю Вы все равно не закупаетесь Поэтому И какой в этом смысл? Я говорил это осенью Я говорю это сейчас Покупайте, покупайте, покупайте То есть люди такие Не, блядь Я буду ждать еще коррекцию Коррекция только что была Люди опять ее ждут Ну, не клиника, не Ну, как бы Дело каждого Можете поступать Как считаете нужным Но мое мнение Вы услышали И я думаю, вы понимаете Вот По поводу этого ясно Далее По поводу новостей Биткоин вступил в новую эру Говорит у нас ведущий аналитик И биткоин повешает 50 тысяч И, как мы понимаем Новая эра По поводу бычьего цикла Ну, и, как мы понимаем С точки зрения Что, естественно У нас там халвинг приближается Плюс еще эфир ETF Ну, и по факту Конечно же у нас Говорит Look on Chain Что у нас приобрели Около 120 тысяч биткоинов На 6 миллиардов Чтобы вы понимали И киты продолжают Все это дело скупать То есть по любой цене Далее у нас рекордный Рост цен На биткоин Предсказан Бернштайном Ну, и, по сути, говорят Что на данном этапе Якобы фома у инвесторов Хотя фома никакого и нету И знаете, для чего это говорится Якобы, несмотря на эти успехи Нынешний интерес к биткоину Еще не достиг пика Который был в 17-м и в 21-м годах Но, по сути, говорят Что будет Ну, типа, либо будет фома Либо есть Но, по сути, мы понимаем Что фома никакого И близко сейчас нет Потому что сейчас Максимальная фаза неверия и отрицания То ровно то же самое Было вплоть до 20 тысяч долларов У нас в 20-м, в 21-м году То есть, когда мы собирались Сделать перехай Когда мы полетели на 30-ку Многие говорили Даже когда мы стоили 30-40 Говорили А вот сейчас мы вниз полетим С 40 на 20 Или там чуть ли не на 12 Потом там с 50 Они говорили Мы тоже полетим Но, по факту Никуда мы не полетели И большинство людей Потом обосрались И начали заходить Уже там по 55-65 тысяч Ну, а потом обратно Там по 50-69 Поэтому и Ничего не меняется Новостной фон работает как надо Что я могу сказать Киты молодцы Открытый интерес по Солане Повысил 1,75 миллиарда долларов На фоне бычьего роста цен Ну, естественно По поводу того Что отражает рост доверия рынка Но, как мы понимаем Что большинство людей Все равно не верят в рынок И никакого фома Сейчас нету Ребята Нету никакого фома Какой там нахуй фома Фома разве что по биткоину Но по альтам Фома Может быть некоторые люди ловят Да Но, по сути Истинная фома Вот прям лютая фома Когда люди будут хаты закладывать И вот эта вот фаза Да, когда Пик Скажем так Пирамидальный Да Это все будет уже на пике бычьего цикла В 25-м году Когда уже альты там 10 иксовы выше будут давать Тогда вот альтезон Да, там Вот большинство будут На вот этих отметках Когда уже там будет 70, 75, 90 Тогда вот большинство Будут уже залетать И, кстати, мне некоторые сказали Ты там даун Медвежий рынок у нас оказывается Был с мая 21-го года Когда коррекция 65 на 30 пошла Но я вам открою секрет У нас индекс альтезона Показывает Что у нас еще альты Стреляли Начиная с конца июля Начало августа И вплоть до Наибая То есть декабря Чтобы понять Даже, блять Даже до января 22-го Чтобы вы понимали То есть условно у нас С какого месяца С июля Июль по Получается 5-6 6 месяцев То есть полгода Еще альты росли Вот И даже мы перехай сделали Здесь было у нас 88 А здесь было 94 То есть на 6% У нас альтезон Выше даже был И вот эта вершина Сделала перехай В том числе Чтобы вы понимали И вот этот бред Что типа альтезона не было Ты что Медвежка у нас С мая Да что вы А вот здесь альты Выстрелили с 50% До 90 То есть в 2 раза У нас индекс альтезона вырос Это наверное просто так То есть это как минимум Как мы понимаем Здесь идет оценка Сколько там топ 50 монет И вот эти топ 50 монет Они также перфомили То есть показывали прибыль Вслед за биткоином Понимаете Вот в чем прикол И у нас было даже По альтам Три вершины Чтобы вы понимали И три дна То есть у нас такой был Бычий клин Который успешно потом Сломался вниз Ну и началась медвежка Поэтому я думаю понятно Далее Что у нас еще из интересного Трейдеры биткоин опционами Уже сделают ставки у нас На ралли Сегодня к уровню 65 тысяч долларов А то и 75 Во втором квартале Ну и опять же таки Второй квартал 24 года Ну опять же таки Это возможно Но это уже После халвинга Я считаю Как мы понимаем До халвинга А реально ли это? А реально Но я пока что В такое особо не верю Потому что циклы у нас Вероятнее всего повторяются Далее еще один момент Что в преддверии ралли У нас Питер Тиль Купил биткоин Эфир на 200 лямов долларов Ну вернее его компания Founders Fund Оригинальное название И в течение Третьего квартала 23 года Ну по сути Как мы понимаем Это у нас был где-то Ноябрь и декабрь В декабрь я не думаю Что они покупали Потому что рост тоже пошел Но в принципе Даже может быть октябрь Потому что тогда Биткоин стоил 28 И уже сейчас вырос Почти там в два раза Да и на данном этапе Я не думаю Что они там покупали На хаях По 50 тысяч долларов И вот якобы говорят Вложил еще добыча В ралли По какой цене Ну здесь не оглашается Но как мы понимаем Что эфир 100 лямов И 100 лямов биток Вот так вот Конечно же у нас начинает Выходить позитив Ну тихо Но уверенно по альтам Как мы видим В основном Внимание сосредоточено На биткоине Ну а здесь Полигон лэпс Представила решение Интеграции ЗКП и EVM блокчейна Ну и опять же Такие матики Которые там Перед этим топили Последние три недели Там да Ну или последние там Ну вернее Первые две недели Месяца да Ну короче Блять вы поняли Последние две недели Января И когда он находился Вот здесь вот И сделал коррекцию Кстати давайте глянем Сколько ради интереса Многие же говорят Коррекции не было Ты что Это не коррекция Вот коррекция была Тридцать шесть процентов Ну если примерно В среднем минус там Тридцать пять тридцать Да Уже отскок двадцать пять процентов Конечно же начинают Загонять матика И рассказывать Что ребята давайте Давайте бегом бегом Но по факту мы понимаем Что ну как бы Это просто загон Далее у нас конечно же Солана вот достигла Сто тысяч заказов Телефона сага Не знаю кто его покупает Некоторые блогеры Даже говорят что Не заказали себе Ну может кому то Надо он да И считают его Крытым телефоном Ну можете написать в комментах Что вы думаете по этому поводу Ну естественно Это просто загон Загон Да Загон в Солану На хаях Далее у нас институционалы Спрогнозировали Более активное использование Искусственного интеллекта В трейдинге Ну и по сути В двадцать четвертом году Начинает активизироваться Трейдинг и так далее Ну как мы понимаем Естественно От участия приняли Четыре тысячи десять Институциональных трейдеров И шести степи Стран Ну и как только Активизируется трейдер То мы понимаем Что Бычка не за горами Эксперт 375 тысяч инвесторов Купили биткоин По 50 тысяч Да Вот им делать нехуй И по сути Купили на 6 миллиардов Ну наверное Это обычная рыбосистема Людишки Да Но по сути Мы понимаем Что если это и покупали То киты Которые инвестируют Там я не знаю На 5-10 лет В период минимум Да А то и на десятки лет Ради того Чтобы увидеть биткоин Там от 100 тысяч и выше И естественно Обычные люди Могут ли покупать Да могут Но я не верю Что на 6 миллиардов Это обычные люди Покупали по такой цене Понимаем Естественно Это могут быть Вбросы Чтобы толпа Покупала по данной цене Ну и по сути Залетала на хаях То есть уже биткоин Сделал там 3,5 х Считай 4 х С дна своего В 15 тысяч долларов Поэтому И многие думают Что надо делать так же Да Вот глава микростратегии Назвала неудовлетворенным Спрос инвесторов На биткоин Ну и Как мы понимаем Что типа вот якобы Биткоин не восстейбован Ну а по сути Люди думают Ага не восстейбован Надо брать Вот цена биткоина Повысила ориен 49 Не 50 А именно 49 Хотя вот здесь Цена достигла 49,800 И приблизилась 50 Ну а как мы видели В моменте Биткоин даже достигал У нас 50,334 А сегодня Получается 50,368 Ну я более чем уверен Что скорее всего К вечеру это все выкупится Даже вот здесь Видно что с квизом Мы были уже 49,200 И эта вся тема Будет дальше Выкупаться Далее у нас Интересная новость По поводу того Что криптокомпании Отказались от рекламы На супербоуле Это у нас Американский чемпионат Ну по поводу Американского футбола Но как мы понимаем Некоторые звезды Где-то я видел В каком-то из телеграм-каналов То что Соответственно Звезды Пришли в футбол Как Сатоши Чтобы вы понимали На данное Представление Короче на данную игру И по сути Ну естественно Я думаю Это намек на Сатоши Накамод Да вот кстати Написано об этом Единственное Что указывало на криптовалюты В этот вечер Это майка Джека Дорси С надписью Сатоши И также еще Основатель блог Присутствовал на тайбуне Стадиона в компании С Джей Зи И Бейонсе Вот И они тоже По-моему Были в этих футболках Сатоши То есть Это уже намек Что начинают постепенно Толпу подогревать Что вот Халвинка Ребята Через 2 месяца Уже биткоин Давайте покупайте Вальткоины Ноль слов Ноль слов По поводу Альсизона Видите Загон сначала идет В первую очередь Ну в цифровое золото Далее оплата За газ и фирм Выросла на фоне Ажиотажа Вокруг ЕХЦ 404 Ну и как мы понимаем Естественно Бешеная комиссия Я думаю Вы это заметили В последнее время Ну а по факту Мы понимаем Что на хаях рынка Они будут еще выше Ну и как мы понимаем Когда зарождаются Новые тренды В том числе Вот БХЦ 20 ЕХЦ 404 То есть это говорит о том Что новые тренды Зарождаются Когда Когда ожидается Что придет капитал Приток денег Будет Очевидно Что на зарождении Бычьего цикла Всегда новые тренды Зарождаются На медвежке Зарождение тренда Ну был там степен И все Что там еще было По факту Больше ничего там Такого знаменательного Не произошло Далее у нас Блумберг узнал О релокации Китайских майнеров В Эфиопию Ну и по сути Как мы понимаем Китай не останется Без внимания И без майнинга И как мы понимаем Говорят что Страна привлекает энергии 92% вырабатывается За счет гидроэнергетики И по сути Они переносят просто И говорят что Вот запрет Как раз таки В мае 21 года Потом в сентябре 21 года Но опять же таки Африканская страна Запретила торговлю Но одобрила их добычу Вот это да Вот это совпадение Интересное таки Да то есть Отменяем одно Добавляем другое Ну это забавно Все конечно слышать Ну а там уже Дело ваше Верить в это Либо нет Далее у нас получается Эксперты предупредили О переходе биткоина В режим высокого риска Да то есть До этого Это высокорисковой темы Не было Как только Он достиг 50 тысяч Это уже высокий риск Ну а потом они скажут Когда он будет 150 Что это там Передовая технология И давайте Замена там Золоту Доллару И так далее Ну просто скриньте В Грискейл Это не значит Что надо покупать Биток по 50 Это просто Пример как новости работают В Грискейл прогнозировали Благоприятную структуру Биткоин рынка После хаунга Естественно Ну и Грискейл Говорят что Исторический период Добычи в ралли Следовали за сокращением Награды за блок Дважды Далее у нас получается Спрос с эфиром Стейкинг Вырос до 4-х месячного Максимума Опять же таки В эфир загоняют Теперь совпадение Да Когда он уже 2.600 Хотя я говорил Покупайте по 2.200 Ну и в принципе Мы видим Когда сильный Здесь не 5-го 11-го А вернее Даже 12-го Мая был хаунг На всякий случай Да И мы понимаем Что рост существенный Шел именно после хаунга Но мы видим Что уже Паза такая Что мы уже Дно могли пройти Я напоминаю Если не будет дамп Как в марте 20-го года То мы дальше будем Пидорить просто Как это было В том же там 16-17 году Цикл может повториться И будет одна вершина Я напоминаю Если кто забыл Вот И в принципе Ситуация может быть Абсолютно аналогичная Далее у нас Что из такого интересного Это то Что жителям Испанское То в Ехе Разрешат биткоин платежи И по сути Инициатива проводится Совместно с Министерством торговли Городского совета А также ассоциацией Малых и средних торговцев Ну и по сути Тоже загон в биткоин Далее Битгет У нас добавила поддержку Лайтнин нетворк От биткоина Стадакта Акция 20 Тоже совпадение Потом криптофонды Зафиксировали приток 1.1 миллиарда То есть опять же таки Киты закупаются Далее Глазноут говорит Что рынок биткоин Оказался в высокоисковой зоне Тот же Глазноут Вот Потом соответственно Эксперты Структуры ценообразования биткоина Уже изменилось Нам говорят И по сути У нас все Внедрение ETF Плюс халлинг И как мы понимаем Колеблется И не показывая Серьезных сдвигов Вверх или вниз Опять же таки Сеют Неопределенность Далее может ли Солан обогнать В будущем BNB Ну как мы понимаем Вот это вот Там обгонит BNB не обгонит Абсолютно без разницы BNB в любом случае Будет существовать Поэтому Те кто там не верят BNB можете Продавать И не парить мозги Вот Ну я шучу конечно Но кто понял Тот понял Может ли Шиба Принести отдельный Долларов Или лучшее время Токена позади Опять же таки Тоже сеет сомнения Хотя Шиба еще даст Дай боже Потому что фонды таят На сотни миллионов долларов Его Вот Ее вернее Обновление Денкум Какие криптовалюты Получат выгоду Типа Лер 2 Естественно Метис Которая связана Потом Луприн Лркс Манта Ну конечно же Потом Альт Лер Что там еще Рестейкинг Не знаю Призма И получается Что там еще РПЛ Стрейдер Ну и Деривативы Такие как у нас GMX Вертоx И получается Биржа Коинекс Тоже там как-то С этим связана Далее у нас Глава Центрального банка Новой Зеландии У нас Раскритиковал Стабелкоины И биткоин Ну конечно же Критика у нас появляется То есть Скепсис продолжает Создаваться Чтоб люди не покупали Дали 4 токена По цене 20 центов Способные Принести прибыль На этой неделе И конечно же Трон Ну блять Трон на хаях Стеллар еще Ладно Каспа Ну бред Понимаете То есть по сути Дали 2 байдовые монеты Которые находятся На хаях Та же Каспа Уже там Пропедойла Хуй в тучу Всего Да И естественно Дна она Относительного Дала там Уже там Сколько Сотни иксов Десятки сотни иксов Нахера ее сейчас Покупать Непонятно Некоторые там Ждут что она там Выстрелит на доллар Или еще там Куда-то Трон тот же самый Нахера его покупать Мне тоже непонятно То есть Трон находится Тоже на хаях Уже дал 2,5 икса Дна Если открыть То он на хаях 21 года А если взять Тот же XLM То он находится На днище Единственная монета Которая у нас Находится в середине То есть Да Как бутербродик Такой Чтобы ее покупали Ну такое вот Секретное послание Далее Искусственный интеллект Выбрал токены Заслуживающие Покупки прямо сейчас И как мы понимаем Нам говорится Что секрет Какая-то Али Лум Ну лум уже Икса дал Секрет тоже под вопросом Али тоже Я бы не брал бы Ну и конечно же Те монеты что буллишь Естественно Надо не покупать Почему Потому что данные монеты Могли уже дать Мантл Это от биржи Байбет Перед этим она Битдао Бит называлась Ну как мы понимаем Тоже под вопросом Поэтому ну Как мы понимаем Что лучше покупать Те монеты Которые Медвежий настрой Сейчас у людей Потом киосаки Конечно же Нас пугает Что будет крах И во время которого Индекс S&P Потеряет у нас 70% Ну и многие думают Что ебать Крипта тоже упадет Ну понятное дело Что я считал Что 60 тысяч Минус 70% Это будет около 18-20 тысяч За биткоин Да Если будет все таки Повторение марта 20 года Но как мы понимаем Что Такого может и не быть И могут специально Да потом Когда биткоин будет 150 Он будет орать Что он будет 500 Вот поэтому Платформу Меби Комбат Собрали Бола Бола Более 8 миллионов В предпродаже То есть Пайсейла И по сути мы понимаем Что начинает возрождаться Gameify Сфера Или же Play to Earn В том числе Поэтому Обратите внимание На Ману На Сент Эли С TLM Дарк Вот эти монеты И Акси Инфинити Далее Криптовалютные фонды Ну и остальные Игревые проекты Которые будут зарождаться Новые Может какие-то Криптовалютные фонды Привлекли 1,1 миллиард За неделю Далее Питер Шип Объяснил FIU Преодоление курсом биткоина И говорит что Похоже на рынке Биткоин и теев Проворачивает классическую схему Пампа и дампа Вот И 4-х дневное торжество Началось в воскресенье И потом Когда проходит Супербоул И закончится В 12-го Валентина То есть типа завтра Вокруг недавно Выпущенных и теев Не утихает ажиотаж Интересно Когда начнется Он же там Ну слив какой-то И по сути мы понимаем Что скептическое отношение Специально создается Чтобы люди Дальше не покупали альты Потому что они ждут Падения биткоина А вслед за ним Падение альтов Типа хомяки шумные стали Толпа поумнела Но по факту мы понимаем Что толпа так и будет Ждать своего падения А по итогу У нас все улетит Даже если будет дамка Как в марте 20-го года Большинство будет ждать ниже И в марте 20-го года Так и было Глава Вэлл Шар Объяснил Почему биткоин Нельзя называть пузырем Единственная причина Говорит по поводу того Что денежная кредитная политика Смещалась в голубиную сторону Снижение процентной ставки Ну а длительное хранение биткоина Не приносит Преимущества связанных с диверсификацией Ну и говорит что очередной пузырь Хотя сказал что это не пузырь Но по сути пузырь Опрос Дж.П.Морган Говорит что институциональный инвестор Теряет веру в блокчейн Вот так вот Видите скепсис продолжается Ну и сократилось на 7% Те кто верят вообще В эту тему Вот так вот видите ребят Опрос Coinbase 4,5 калифорнийцев проголосуют За лояльного криптовалютам Кандидата в президенты Вот так вот То есть опять же таки Начинают уже раздувать эту тему В испанском городе Торбьеха начинают принимать платежи криптов Тот же биткоин Да как мы понимаем И по сути с населением 82 тысячи человек Хоть и мелкое население Но мы понимаем что в долгосроке Это может отыграть Далее Эндрю Кан говорит Что долгосрочный спрос на биткоин Достигнет 130 миллиардов Тоже опять же таки в биток Видите про альты Ноль слов Просто зеро Валькерия и Блумберг говорят Что ликвидация части биткоина ИТФ неизбежна То есть опять же таки Говорит о том Что скепсис опять же таки С одной стороны покупайте С другой стороны Не будет ваших ИТФов Да Центробанк Филиппин говорит Что для создания цифровалюты Нам блокчейн вообще не требуется То есть опять же таки Дж.П. Морган нам говорит Что скепсис по поводу блокчейна Да Не верят в блокчейн И тут говорят Что нам не нужен блокчейн Видите Тоже скепсис Опять же таки Крипте А блокчейн подразумевает Крипту Кому там нужен этот блокчейн Из обычных людишек Потом Энтони Помплиано Говорит что Биткоин стал любимым активом Волл Стрит И по сути Не просто обожает биткоин У них есть любовный роман Вот так вот И при этом Это было на CNBC И курс биткоина Показывали Что он тогда был 48 или 49 тысяч То есть опять же таки Если на CNBC Появляется биткоин Значит уже загон Постепенно начался И значит уже Начинается постепенно Бычка Далее Рыночная стоимость Биткоина Повысила за 2 года 50 тысяч долларов То есть видите Опять же таки Загон биток Винтермьют И за блок Запустят индекс Для отслеживания Тридсти криптовалют Ну и по сути Тридсти криптовалют Мы понимаем Что какие это криптовалюты Это у нас биток Эфир Солана Бенбекса Кардана Эваленч Челлинк Доги Трон Дот Матик Тункоин Асипи Шиба Биткоин кэш Лайткоин Юни АМХ Космос Эфир классик Лео Ну Лео Это кстати Биржевой токен Бирж Битфайнекс Оптимизм Нерр Протокол Инжектив Аптос И Силистия По сути Вот эти все монеты Они практически все На хаях уже Да за исключением Некоторых Ну какие вы знаете Ну а по сути Те кто верят Вот эту ахинею Что якобы Нас не хотят загнать Хотят еще и как Поэтому естественно Будут загонять Вот эти все монеты Далее по поводу Того же Оупен Аи Да Вордкоина Движение на триллион долларов Может повести к тому Что капиталют Искусство интеллекта Вырастут параболически Ну и многие Недооценят В том числе Эти монеты Но большинство Из них кстати Уже По отрастало Вордкоин Кстати тоже Уже лед Тронулся Что называется Плюс 30% Если тот же Арком Который я советовал Давайте глянем То у нас Ну отскок Тоже уже здесь Локальный какой-то На 25% Произошел Если из искусства интеллекта Которая еще не улетела Это GRT Да она дна уже Дала Понятное дело Что здесь около 2.5 х Но в глобальном плане Она еще ничего не дала Далее по поводу Остальных новостей Что у нас Биткоин Google тренды Возвращаются К уровням Медвежьего рынка Несмотря на высокие цены То есть людям Опять же таки Не интересен биткоин И интерес на уровне Где-то там Я не знаю 25% А то и ниже То есть опять же таки В Google трендах Биткоин начал падать И это показывал недавно И по сути Это находится Даже ниже уровня 21 года И даже к уровням Медвежьего рынка То есть несмотря на то Что цена Растет Понимаете То есть опять же таки Люди не верят И люди скептически Они ждут коррекции Понимаете Вот говорят Вот когда будет коррекция Тогда я заинтересуюсь рынком Да не будет коррекции Все проебал Но до свидания Цена Evalanche Провышается до 40 долларов Это только начало Ну опять же таки Очередной скорее всего загон Давайте глянем Ради интереса Ну вот у нас 40 баксов Конечно же Когда он был по 30 Нам говорили Ждите там по 10 Ну а сейчас переобулись И сказали что не Ребята у нас будет Дальнейший рост Потом Tom Brady NFT получил 40 тысяч долларов NFT тоже постепенно возрождаются Старые тренды А это когда было Это на бычке Далее Что еще Получается цена На Evalanche У нас достигла Двухлетнего максимума Вошла в топ 25 То есть опять же таки Загон на хаяк Ничего удивительного там нету Естественно Начинают с загонщик И как мы понимаем Уже цена отросла В 6 раз Поэтому нахер В него заходить сейчас It doesn't make any sense Как говорится Да то есть смысла Не имеет абсолютно никакого Далее Матик прогнозируют Да у нас Сохранится ли поддержка Анализ открывает Неожиданные выводы Ну и по сути Дает направление Будущего тренда То есть откачил на 25% Сразу надо покупать До этого Топили что он там скам И там чуть ли не Распускает команду Помните там увольняет 20% сотрудников Была новость тоже Биткоин сократится вдвое В 24 году Грейскейл определяет Ключевые факторы Ну и по сути говоря Что ETF Приток там и так далее Ну и после халлинга Обычно биткоин рост Ну это мы уже слышали Далее потом ЕРЦ20 Токены мертвы Тоже негативно гнетают Падение цен Пандоры Ставит под сомнение Новый стандарт Опять же таки Многие скептически Относятся к эфиру И к эфиру классику После этого Цена эфира выросла На 10% На горизонте 3000 баксов Ну это опять же таки Тоже загон в эфир По 2200 говорили Упадем там чуть ли не на 1200 да Ну а потом Уже полетели на 2600 Биткоин преодолел 50 тысяч И это впервые С декабря 21 Ну когда уже Булран закончился Я напоминаю Вот влияние Переизбрания Трампа на биткоин Бычи или медвежьи На самом деле Без разницы Кто там спрашивал За какие-то лазерные глаза Либо там за переизбрания Я считаю Абсолютно циклы Будут повторяться Вне зависимости от того Какие будут результаты выборов Ну это мое мнение Там будем посмотреть Да Рекордный приток криптолюты В размере 1,1 миллиарда Долларов Сигнализирует О бычьих настроениях Инвесторов Но никаких бычьих настроениях Мы не наблюдаем Наоборот Скептическое И отрицательное Далее Эти микрофакторы Могут спровоцировать Продолжительный криптобычий Период в истории Ну и по сути Говорят что приближается Капа Потом как мы понимаем Что смягчение политики Также эволюция крипторынка Различные технологии И так далее Ну и по сути 12 февраля Предсказал что Это самый цикл В конечном итоге Может закончиться Следующим образом Продолжительный Более чем ожидалось Ну посмотрим как будет Я думаю будет точно так же И закончится он В конце 25 Далее у нас Почему крипто сообщество Обсуждает новую рекламу Не знаю кто там что обсуждает Это специально Такие заголовки создают Ну и юмористический подход Подчеркивает Неэффективность Физической валюты И обновлению Цифровой финансовой системы То есть CBDC А я напоминаю Что Coinbase Это владелец церкала Церкала это HDC А HDC это Будущий может быть Тейблкоин для CBDC Проект доказавший Свою честность И надежность TheStake.io Я на нем за месяц Лично заработал Свыше 4х И продолжаю делать Большие деньги Не упустите свои возможности Ссылка в описании Под роликом Далее по поводу того Что эфир у нас Растущего спроса Там обновление Плюс там Denkum Внедрение APE 48-44 в марте Ну это вот Это оно и есть походу И плюс еще ETF Как мы понимаем Ну и далее Новость финансовое потрясение Стимулирует криптоволну В Латинской Америке Вот якобы позитив Ну и по сути Инфляция в Аргентине выросла Ну а составляет 60 покупок криптовалюты То есть американцы Закупаются Ну а наши ребятки ждут Вот цена XRP Прорвала долгосторочную линию Что дальше Ну и как мы понимаем Естественно говоря Что вот там разворот Хотя перед этим 30 центов Ну тут отскок небольшой Произошел уже все Разворот у нас оказывается Ну и потом получается Криптокит продал Там опять же таки У нас вчера была новость Тоже там продал Что-то на 2 ляма Сегодня говорят на 9 ляма Продал эфир Обернутый биткоин Ну и по сути естественно Пугают и говорят Что ребята Сейчас обвалится все нахер Новость за сегодня Поэтому ребят Делайте выводы Что очень опасно Заигрываться в такие ситуации И будьте готовы к тому Что рынок может у нас Улететь вниз и вверх Очень быстро Поэтому всем удачи И всем пока